Всем привет, с вами был IT. Добро пожаловать на канал и в этом видео мы с вами поговорим на тему, как снять блокировку активации на вашем устройстве. Кто не знает, что такое блокировка активации, это Activation Lock. Это когда вы обновляете ваше устройство, ну или в других ситуациях, когда настраиваете iOS с нуля, у вас может вылезти вот такое вот сообщение, которое требует ввести данные от Apple ID предыдущего владельца. Особенно актуально для людей, которые купили устройство с рук, то есть на OLX или Авито, например, и не проверили, включена ли функция найти iPhone на устройстве. Именно в этом случае при обновлении Activation Lock и появляется. Сюда нужно вбить эти данные, тогда вас пустит iOS дальше, и вы сможете настроить телефон. Если вы этих данных не знаете, то телефоном пользоваться нельзя. Давайте поговорим о том, как можно попробовать избавиться от лока активации и что с этим делать. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Итак, начнем с приложения, которое позволит постараться обойти эту блокировку. Приложение называется Activation Unlocker. Выглядит оно следующим образом. Здесь всего лишь для кнопки. Снять блокировку активации iCloud и отключить найти iPhone. Для снятия активации нам как раз-таки нужен снять блокировку активации iCloud, поэтому мы нажимаем на эту кнопку. Здесь мы с вами видим, что нас с вами ждет. Во-первых, тут несколько описан процесс. И внизу написано, что снятие блокировки приведет к jailbreak вашего устройства. То есть через уязвимость в iOS накатится эта утилита. После этого, если все ок, вы нажимаете на кнопку начать, и происходит процесс загрузки jailbreak утилиты. Потом делается сам jailbreak, и потом процесс анлока вашего устройства. Это займет какое-то время, не нужно переживать. После этого устройство включится, и вы сможете использовать это устройство дальше. Единственное, что не будет работать, это телефон приложения, потому что там есть ограничения в iOS, которые не позволят просто использовать сим-карту. Телефон становится, по сути, плеером, но это намного удобнее, чем просто смотреть на белый экран, хоть как-то можно использовать телефон дальше и превратить, например, iPhone в какой-то медиахаб, ну или в какую-то медиаплощадку для вашего дома. Согласитесь, это реальный выход, как можно попробовать обойти блокировку активации. Какой еще метод есть? Итак, во-первых, если вы подключаетесь к iTunes или к Finder на устройстве с вот этим белым экраном, то просто ничего не произойдет. Компьютер понимает, что устройство под activation lock, и он не выдаст вам никакой полезной информации. Не будет доступна никакая кнопка для восстановления или обновления дальше. Потому что по факту вы уже обновились и получили вот этот lock активации, который не дает настроить iPhone дальше. Что еще можно сделать? Если вы купили iPhone с рук, то не удаляйте контакты продавца, хотя бы до первого обновления iOS. Если все хорошо обновится, тогда можно удалить. Если же вы получили этот lock активации, у вас есть контакты владельца, свяжитесь с ним. Если человек адекватный, он вам даст этот пароль и email, и вы сможете активировать ваше устройство и после этого выключить функцию найти iPhone. И в теории сам владелец может зайти на iCloud.com и выключить найти iPhone удаленно. И в этом случае вы спокойно активируете устройство и можете использовать его на полную катушку. Если человек неадекватный, он вам не дает эти данные, тут уже делать нечего, у вас будет этот белый экран, тогда нужно использовать приложение, которое я показал в начале этого видео. Если же это были ваши данные и вы их не помните, вы их забыли, то тут также делать нечего, придется как-то вспоминать, подбирать пароли, вспоминать emailы, как-то через iCloud.com пытаться восстановить доступ к этой почте и активировать ваше устройство. Если же вы это все не помните, тогда конечно только активировать устройство с помощью приложения и хоть как-то использовать гаджет дальше. Для вас я оставлю ссылку на Activation Unlocker в описании к этому видео, там вы можете перейти на сайт и купить полную версию программы и слили скачать приложение бесплатно, чтобы попробовать. Программа есть на Windows и на Mac и надеюсь она вам поможет. Поддерживаются iOS начиная от 12 и до нынешней, можно поставить на вот эти версии Windows и вот эти версии Mac. Чуть ниже вы видите ситуации, когда можно использовать это приложение, их на самом деле больше, но все равно, чтобы вы имели представление, можете также с этим ознакомиться. И в самом низу вы видите, какие устройства поддерживаются этой программой, ну и на какие системы подробно можно это все дело накатить. Также имеется руководство, которое подробно шаг за шагом рассказывает, что к чему. Если вам нужна инструкция в тексте, то можете переходить и пробовать восстановить доступ к вашему устройству, сбросив этот самый лог. На этом все, ребят, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, ну и конечно спасибо за просмотр, пока.